Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Формула «Право» в прямом эфире. С вами я, Анастасия Ибрайчева. И обсуждаем мы сегодня тему «Обязательно медицинское страхование». У меня в студии гость эксперт Андрей Рыжаков, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию ОАО «Альфа-Страхование». Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Нашим слушателям сразу скажу телефон студии 65 10 99 и 6, код Москва 495. И также ваши вопросы, комментарии или какие-то ситуации вы можете, во-первых, по телефону нам изложить, и, во-вторых, изложить на сайте финам.фм, на страничке программы «Формула «Право». Обязательное медицинское страхование». Вот сейчас анонсировала программу в предыдущем прямом эфире у Натальи Медленой, и она такой как бы старт нам, скажем так, дала. Она сказала, что не забывайте про тех людей, которые вообще не знают, что входит в обязательное медицинское страхование. Вот, Андрей, как можно кратко, я не прошу, естественно, кажется, заболеваний перечислить. И невозможно будет. Ну, хотя бы так, некими блоками, позиционно, что входит, потому что сразу немножко конкретизирую свой вопрос. Дело в том, что, при том, что я юрист-адвокат, но я не специализируюсь на обязательном медицинском страховании. Естественно, когда я готовилась к этой программе, я вот ту информационную и законодательную базу, которая сопровождает обязательное медицинское страхование, все изучала. И я могу сказать, что мне было очень непросто. Мне, при том, что я умею читать юридические тексты, мне приходилось по несколько раз, может быть, что-то перечитывать. И очень много таких текстов. А вот это установлено правилами. А правила говорят, все хорошо, только в соответствии с порядком. А порядок говорит, а вот там еще приказ. И ты начинаешь по этому какому-то дереву законодательных актов перемещаться и уложить все в некую единую плоскость, понятную даже мне, юристу. Мне было очень трудно. Я представляю, каково действительно сейчас нашим слушателем может быть. Поэтому, Андрей, давайте как-то, наверное, так, чтобы действительно наши слушатели нас поняли и, с другой стороны, почерпнули массу полезной информации, потому что мы все находимся под действием обязательного медицинского страхования, хотя здесь тоже надо, может быть, что-то уточнить. Но к этому вопросу попозже перейдем. Что входит? Что входит? Базовое, территориальное, что это такое и с чем его едят, на что мы имеем право? Ну, вы знаете, на самом деле, вы абсолютно правы. То, что коротко описать, что входит в программу обязательного медицинского страхования, не так просто, но ключевые вещи. Это, естественно, амбулаторно-поликлиническая помощь. Это стационарная помощь как в плане экстренной, так и плановой госпитализации. С этого года вошла еще скорая помощь. А вот что входит в рамках перечисленных таких больших блоков, с этим можно ознакомиться на сайте территориальных фондов обязательного медицинского страхования, потому что в различных субъектах Российской Федерации есть определенные отличия. Проще, наверное, даже говорить о том, что не входит в программу обязательного медицинского страхования, но покрывается программой государственной гарантии, то есть для пациентов в соответствии с нашей конституцией выполняться должно тоже в полном объеме и бесплатно. Это ряд таких достаточно больших, наверное, блоков, как, допустим, лечение онкологических заболеваний, лечение СПИДа и ВИЧ-инфекции, лечение психиатрических заболеваний, лечение заболеваний, передающихся половым путем, которые финансируются напрямую из бюджетов, либо федерального бюджета, либо бюджетов субъектов федераций, но для пациента, для потребителя все равно самое главное то, что эта услуга должна оказываться в полном объеме и бесплатно. То есть, правильно ли я понимаю, то, что вы сейчас назвали, вот некие исключения, человек, наш слушатель, не дай бог, но тем не менее вправе получить от государства. Абсолютно правильно. И его уже не должно волновать в общем и целом, за счет какого бюджета, территориальный, федеральный бюджет. Просто мы говорим о том, что это не входит в программу медицинского страхования. Абсолютно правильно. Но человек все равно это вправе получить, может получить, должен получить, а бюджеты между собой уже должны там сами разбираться, кто за что платит. Да, здесь просто речь идет о различных источниках финансирования того или иного блока нашего здравоохранения. А вот скажите сразу такой вопрос, именно касается высокотехнологичных способов лечения. Почему про них спрашиваю? Потому что, наверное, самое большое количество больных вопросов именно в этой области. Потому что в общем и целом, за редким исключением, мы можем обратиться в поликлинику, и нас вряд ли оттуда выставят. Хотя тоже, когда не приходишь ни по месту жительства, вот сейчас в конце только у нас 12-го года, да, какой-то внятный порядок такой образовался, тоже у меня будут к вам вопросы. Но это потом. А вот когда речь идет о дорогостоящих каких-то операциях, реально, действительно дорогостоящих, мы все слышали, дай бог не сталкивались, но по крайней мере слышали с таким словом. Вот что это такое? И имеет ли обязательно медицинское страхование к этому отношение? Или это как раз то, что не входит уже в ОМС, но тем не менее тоже оплачивается государством? И что это может быть? Да, это как раз те блоки, которые не входят в систему обязательного медицинского страхования с точки зрения финансирования, хотя могут оказываться на площадке тех же лечебных учреждений, которые работают в системе обязательного медицинского страхования. Есть четко описанный законодательством нашим рядом подзаконных актов перечень документов, которые необходимо получить для того, чтобы получить квоту, либо на высокотехнологичную помощь, либо на дорогостоящие операции, о которых вы говорите. Выглядит это следующим образом. Все начинается, естественно, с своего лечащего врача, когда в соответствии с тем диагнозом, с тем состоянием пациента, в котором он сейчас находится, лечащий врач, принимает решение о том, что его необходимо направить на получение квот. С этим направлением пациент должен идти непосредственно в свой департамент здравоохранения по месту жительства, где существует комиссия, которая рассматривает целесообразность выделения данному конкретному пациенту с данной конкретной патологией квоты. Если комиссия принимает решение о выделении этой квоты, уже пациент с этой квоты, в зависимости от того, где должна быть проведена эта операция... Да, либо его полномоченные лица, и так далее, и так далее. Другое дело, что либо эта квота выдается на проведение высокотехнологичной помощи условно по месту жительства пациента, то есть в своем субъекте Федерации, Российской Федерации, то ли это необходимо оказывать на территории федеральных центров, которые в основном расположены, понятно, что либо в столице, либо, допустим, в Санкт-Петербурге. Тогда с этой квоты пациент, уже эта квота и документы поступают непосредственно в Минздрав, в котором выделяется этот код на это лечебное учреждение, и получается подтверждение права получения этой помощи. Вот то, что мы сейчас обсуждаем, это, по сути, каждый гражданин Российской Федерации имеет на это право, вне зависимости от того, есть ли у него полисы, вообще он обращался ли, хотя мы, вроде, по идее, наверное, все их должны уже иметь, но, тем не менее, это все проходит мимо страховых компаний, правильно ли я понимаю? С точки зрения квот, да. С точки зрения квот. А вот скажите тогда, давайте немножко с другой стороны подойдем, каким образом, в общем, наверное, вряд ли это проблема, но нужно знать, да, каким образом, во-первых, выбрать страховую компанию, у нас же теперь есть право выбора страховой компании, более того, нашим слушателям напомню, вы меня поправьте, если я ошибусь, не чаще, чем раз в год мы правее ее поменять. Абсолютно правильно. Вот в данной ситуации, во-первых, нужно ли, в принципе, человеку забивать голову выбором страховой компании, первое, то есть какая ему разница, кто там будет, как перечислять деньги за то, что он ходит в поликлинику, ну, в общем и целом. Вот этот вот момент, самый первый. И, соответственно, менять страховую компанию, то есть нужно ли вообще человеку об этом задумываться, а если нужно, то в каком русле думать, или о чем задумываться, что посмотреть, даже с использованием интернет на сайтах, компании и так далее. Вот что мы должны на этой стадии знать и понимать? Ну, с точки зрения выбора страховой компании после принятия закона, нового закона, о обязательном медицинском страховании с 1 января 2011 года, мы подразумеваем, что подавляющее большинство граждан нашей страны уже провели выбор страховой компании, поэтому сейчас идет речь только о замене страховой компании, которая может быть проведена по свободной воле заявлению гражданина в период с 1 января до 1 ноября текущего года. Вот в этот период человек может поменять страховую компанию, даже не меняя место жительства и не переезжая в другой регион. Чем нужно руководствоваться и нужно ли вообще менять страховую компанию? Все это зависит на самом деле от того, насколько человек часто обращается в систему обязательного медицинского страхования и, самое главное, заботится о своем здоровье. Потому что на самом деле страховые компании в системе обязательного медицинского страхования выполняют целый ряд очень больших и важных функций. И вопросы финансирования лечебных учреждений за оказанную помощь это только одна небольшая функция, которую выполняют страховые компании и которая условно, наверное, в меньшей степени касается наших застрахованных. То, что в принципе касается застрахованных и что нужно обязательно принимать во внимание, если мы хотим выбрать правильную страховую компанию. Это контроль объемов, сроков и качества медицинского лечения, медицинской помощи, которая оказывалась пациентам, которые страховая компания осуществляет посредством проведения медицинской экспертизы. Поэтому если человека действительно волнует, насколько качественно его лечили, насколько правильно ему был поставлен диагноз и правильно была проведена диагностика, то это как раз один из поводов задуматься о том, а какая из страховых компаний, работающих на моей территории, на территории моего проживания, окажет мне наиболее качественную вот эту помощь и поддержку. Я правильно вас поняла, Андрей, что страховая компания не просто услуги некого, неправильно юридической, но такой бытовой, финансового агента выполняет. Получила платежи, заплатила за медицинские услуги, счета выставили, там такой-то гражданин пришел, кто-то сделал, такие услуги получил, и все, собственно говоря. Страховая компания более широкий круг полномочий в данной ситуации осуществляет, в том числе вот эту вот экспертизу, о которой вы говорите. Да, но, к сожалению, основная часть нашего населения еще пока недостаточно информирована и недостаточно правильно воспринимает как раз задачи страховой компании, а поэтому очень часто встречается такое понимание, какая мне разница, где быть застрахованным. Вот если мы подходим с этой точки зрения, что какая мне разница, где быть застрахованным, то тогда, конечно, мы и не понимаем, а зачем нам вообще выбирать или менять страховую компанию. Как только человек, точно так же, как в системе добровольного медицинского страхования, начнет понимать, что реально его полис, который он получает бесплатно, полис обязательного медицинского страхования, он реально несет в себе финансовые потоки и несет реальные деньги, да, и за этот полис человек имеет право претендовать. Андрей, перебью вас, потому что две минуты новости, и мы возвращаемся в эфир. Итак, мы продолжаем программу «Формула права в прямом эфире». Напоминаю, обязательное медицинское страхование заговорилось. Обязательное медицинское страхование – это тема нашей программы. Телефон студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495. У меня в гостях Андрей Рыжаков, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию ОАО «Альфа Страхование». И вот, Андрей, до перерыва на новости вы рассказали интересную вещь. Я думаю, что нужно на ней немножко остановиться. Мы с вами обсудили, что страховую компанию можно менять. Каждая имеет право не чаще, чем раз в год поменять страховую компанию. Это можно сделать с 1 января по 1 ноября каждого, соответственно, года без какой-либо в общем и целом причины. Я имею в виду юридической причины. Бессменное место жительства. Просто волеизъявление необходимо. Но мы коснулись вопроса, зачем это нужно. И вы сказали такую интересную вещь, что компании страховые, помимо финансового обеспечения всей вот этой системы обязательного медицинского страхования, осуществляют еще и свою экспертизу, качество предоставляемых услуг их клиентам. Как они это осуществляют и откуда я, допустим, как обычный человек, куда могу зайти и посмотреть, что прочитать, не будучи, допустим, юристом и медиком, без специального мы оговоримся, образования, то есть любой наш слушатель, и что там увидим, и где это смотреть, и как выбирать тогда уже на этом. Окей. Хорошо. Тогда давайте я, наверное, коротко очень пройдусь по основным функциям и задачам страховых компаний, работающей с теми обязательного медицинского страхования, а потом мы вернемся к тому, где это можно посмотреть. Первое, о чем мы с вами говорили, то, что страховая компания одной из основных задач является объем сроков, качество и адекватность проводимого лечения для наших застрахованных пациентов. Второе, это защита прав застрахованных, включая отстаивая их интересы в суде. Поэтому, если только у кого-то из застрахованных возникли какие-то прецеденты на любой лечебной площадке, будь то поликлиника, будь то стационар, независимо от этого, и пациент считает, что его права были как-то ущемлены или нарушены, или ему была оказана некачественная или несвоевременная медицинская помощь, то я считаю же, как если он считает, что с него неадекватно попросили какую-то дополнительную плату, вот, пациент имеет полное право обращаться в свою страховую компанию. И это, наверное, будет где-то самый правильный путь, потому что страховые компании в этой ситуации не только обязаны, но они и заинтересованы отставить права своих пациентов. Третья функция, это информационное обеспечение застрахованных. Да, все те стенды, которые видите вы на площадке лечебных учреждений с рассказами о том, как работает система обязательного медицинского страхования, все те информационные материалы, которые выпускают некоторые наиболее активно работающие на рынке страховые компании, доводят до своих застрахованных, публикации в средствах массовой информации, сайты страховых компаний, вот, это все направлено на то, чтобы обеспечить наших застрахованных, наших граждан наиболее полным пониманием своих прав и возможностей в рамках системы обязательного страхования. А вот скажите сразу вопрос. Я перебила, но у меня уже их много возникло. Я думаю, что у наших слушателей тоже может много возникнуть. Вот скажите, информирование. Первое, допустим, у меня есть некая страховая на нынешний момент компания. Правильно ли я понимаю, что я, в принципе, могу позвонить, прийти, приехать, в зависимости уже от форума общения, и задать все интересующие меня вопросы, если мне что-то непонятно. Вот даже если наши слушатели, я сейчас, наверное, подлянку сделаю страховым компаниям, но тем не менее, наши слушатели нас сейчас послушают и не получат по той или иной причине либо ответы на свой вопрос, мы, может быть, не успеем ответить, либо просто не поймут что-то, останутся какие-то неясности, но вопрос есть. То есть любой слушатель, который застрахован в системе ОМС, в свою страховую компанию приходит, приезжает, так или иначе обращается, и там ему обязаны все рассказать. Абсолютно правильно. Более того, у любой уважающейся страховой компании активно работает горячая линия, на которой уже сейчас идет после принятия как раз нового закона очень большое количество вопросов, и мы надеемся, что этот спектр вопросов будет расширяться, потому что мы заинтересованы максимально активно налаживать контакт с нашими застрахованными. Система перестраивается, и вопросы функционирования, именно хорошие коммуникации с застрахованными, являются одними из ключевых для дальнейшего развития системы. А вот еще, Андрей, у меня вопрос тоже из того, что вы говорили. Вы сказали, что страховая компания должна предоставлять интересы граждан, которые у нее застрахованы, в том числе в судебных инстанциях. А в какой форме это происходит? То есть страховая компания выделяет представителя своего, это уже включено в страхование, или это оплачивается отдельно, и так далее. То есть как взаимодействовать со страховой компанией в случае, если гражданин считает, что ему некачественную медицинскую услугу предоставили? Для гражданин, естественно, это все идет бесплатно, скажем так, проще, как и все, что происходит в системе обязательного медицинского страхования. У страховых компаний присутствует штат высокоспециализированных юристов, которые имеют очень большой и хороший опыт, именно специализированы в этих сферах. То есть это не привлекаются какие-то внешние разовые юристы, а это те юристы, которые работают давно в штате страховых компаний и очень хорошо понимают хитросплетение системы обязательного медицинского страхования, права и обязанностей застрахованных, права и обязанностей лечебных учреждений, поэтому они действительно могут качественно представлять ваши интересы в судах, в досудебных разбирательствах с лечебными учреждениями и в любых жизненных ситуациях, по которым вам кажется, что нужна юридическая поддержка. Очень важно, на самом деле, сообщение, потому что я просто как адвокат и юрист могу сказать, что введение любых медицинских дел, связанных с качеством, я сейчас даже не про ОМС говорю, а в любом случае с качеством медицинских услуг, очень настолько сильно специализированная, скажем, часть работы юриста, что действительно для того, чтобы это сделать качественно, нужен специалист, да, либо вместе со страховой, либо только от страховой, это уже вопрос частного клиента, но на самом деле это очень важная информация, честно говоря, для меня, как адвоката тоже. Вот смотрите, Андрей, я перебью вас, объясню почему. Я просто вижу, как у меня сыпятся вопросы уже с сайта, поэтому мне бы очень хотелось нашим слушателям немножко отвлечься, ответить им на их вопросы и потом продолжить то, о чем мы говорим сейчас. Нашим слушателям я напомню, что мы обсуждаем обязательное медицинское страхование, телефон студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495, и, собственно, ваши вопросы, комментарии можно оставить также на сайте финам.фм на страничке программы «Формулы права». Ну и начну, соответственно, зачитывать те вопросы, которые у нас есть. Вот Станислав вопрос один нам такого рода оставил. При условии обязательного медицинского страхования и бесплатной медицины невозможно получить без полиса ОМС обычную помощь терапевта в поликлиниках. Там просто не принимают пациентов, забывших полис ОМС. Какая выгода врачам от наличия у пациента полиса ОМС? Вот такой вопрос. Ну, с этой точки зрения, понятно, это гарантированность оплаты медицинской услуги, которая будет оказана данным пациенту. По нашему, соответственно, ну, скажем так, и законодательству, и здравому смыслу, естественно, человек, если он находит в системе обязательного медицинского страхования, у него есть полис, и он обращается за медицинской услугой. Хорошо, если он, правильно, если он имеет, скажем так, правильно именно, если он имеет полис на руках. Это облегчает его взаимодействие с лечебным учреждением. С другой стороны, по нашему законодательству, даже если у человека нет полиса, ему не имеют права отказать в приеме и выказании медицинской помощи. Достаточно предъявить паспорт. То есть, с точки зрения закона, человек, когда приходит в медицинское учреждение, он при наличии у него полиса, он его не должен иметь с собой и показывать. Ну, скажем так, он не обязан его иметь с собой. Но это крайне желательно, чтобы не тратить ни время, ни силы, ни нервы и так далее. Ну, а потом нужно тоже с пониманием относиться и к сотрудникам лечебных учреждений. Да, у них завязаны достаточно сложные вопросы финансового обеспечения и всего прочего. И если это упрощает взаимодействие между пациентом и лечебным учреждением, ну, какая сложность в том, чтобы захватить с собой полис? То есть, рекомендация брать полис всегда с собой. Можно помнить, что если не взяли, все равно должны требовать оказания медицинской услуги, вам обязаны ее предоставить, ну, мало ли какая ситуация. Но если возможность есть, нужно брать полис с собой. Еще вопрос. Михаил спрашивает. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а что делать жителям деревень, у которых нет страховых компаний в населенном пункте и нет возможности быстро съездить в региональный центр? Ему окажут помощь или заставят платить? Значит, смотрите, у нас независимо от того, где проживает гражданин Российской Федерации, если только он включен в систему обязательного медицинского страхования, за исключением отдельных небольших групп декредированного населения, естественно, он в любом случае является застрахованным в какой-то страховой компании. Если человек с момента 2011 года даже ни разу не провел своего, не осуществил своего волеизъявления по выбору страховой компании, он остается застрахованным в той страховой компании, которая была до 2011 года, выбранной ему либо муниципалитетом, либо предыдущим его работодателем. А если он даже не знает, вот у него нет в руках полиса, человек живет в деревне, он не может по той или иной причине выехать в тот региональный центр, где он мог бы, наверное, все это узнать или полис этот получить. Как быть? Он может обратиться в пункты выдачи полисов любой страховой компании, которая находится максимально близко к нему с точки зрения географии. Вот, пункты выдачи полисов на сегодня доходят практически до поселков, поэтому для этого не обязательно ехать в региональный центр, поэтому это только вопрос определить, где находится ближайший пункт выдачи полисов. Это можно сделать, зайдя на сайт территориального фонда, зайдя на сайт страховых... Медицинского, да? Медицинского, да. Именно этого субъекта Российской Федерации. Это можно сделать, зайдя на сайты страховых компаний, работающих на этой территории. Об этом можно спросить у друзей, знакомых. Или взяв свой полис, если он был предыдущий, старый, и позвонить по телефону, указанному на нем, либо взять, допустим, полис любого из людей, которые уже обменяли страховой полис, и позвонить по телефону, да, узнать, где находится ближайший пункт выдачи полисов. Более того, на сегодня мы достаточно активно работаем с так называемыми мобильными группами, которые в том или ином порядке выезжают как раз в удаленные населенные пункты, где как раз предлагается жителям этих населенных пунктов наконец-то получить полис обязательного медицинского страхования, либо если у них есть какие-то вопросы, пожелания, предложения и в конечном итоге желание сменить действующую страховую компанию, тогда осуществить замену страховой компании. Поэтому инструментов для того, чтобы получить полис обязательного медицинского страхования, на сегодня, поверьте, более чем достаточно. Другое дело, что понять, что какая-то минимальная активность должна быть со стороны самого потенциально застрахована. Ну, то есть, опять же, возвращаемся к тому, что действительно, либо придется куда-то все-таки, пусть недалеко, но пройти или проехать, возможно, но полис все-таки по возможности нужно получить. Правильно ли я помню, Андрей, поправьте меня, что это может сделать и представитель, если есть доверенность. Абсолютно, если есть доверенность, да. Это точно так же мы сейчас обсуждаем, что вот можно ли обратиться в суд, не выходя из дома, мне лень, или я не могу, или технически мне сложно, да. Мы говорим о том, что все равно, если человек хочет свои права, например, защитить и обратиться в суд, ему тоже придется какую-то активность проявить. Либо выдать доверенность, либо самому уже куда-то ехать, обращаться и участвовать в судебных заседаниях. То же самое здесь получается, да, если все-таки нужно иметь, и мы обсуждаем, что в общем и целом не обязан гражданин представлять полис. В любом случае ему обязаны оказать медицинские услуги, но для того, чтобы это было все быстро, а уж я представляю, что если у нас сейчас, как вы говорите, перестраивается вся система, она перестраивается наиболее активно где? В Москве и Санкт-Петербурге, так предполагаю. А когда это все доперестроится у нас до поселков, я думаю, что еще много времени может, особенно в каких-то отдельных, возможно, районах, пройти. И, собственно, понятно, что люди действительно, наверное, с техническими какими-то вопросами сталкиваются, сложностями именно с обращением. Лучше оформить, вот как говорит Андрей, оформить это достаточно несложно, и технически можно решить как. Ну, на самом деле, как раз, что касается системы обязательного медицинского страхования, она перестраивается активно по всей территории России, и страховщики вместе с территориальным и федеральным фондом в этом принимают самое активное участие, поэтому нельзя говорить, что нововведения идут вот наиболее активно в Москве или Санкт-Петербурге. Не к страховщикам, а в медучреждениях. О чем речь? Нет, так когда мы говорим о системе обязательного медицинского страхования, мы, естественно, говорим и о лечебных учреждениях как ключевых участников системы обязательного медицинского страхования. Другое дело, надо понимать, что в нашей системе здравоохранения, да, десятки тысяч лечебных учреждений и сотни тысяч врачей, поэтому, конечно, где-то, наверное, возможно, в отдельно взятых ситуациях присутствует человеческий фактор, как и в любом другом сегменте нашей жизни. Ну, вот я хочу такую ремарку тогда сделать. Вот мы начали обсуждать еще до того, как начали читать вопросы наших слушателей и скоро продолжим их читать. Мы обсуждали, что страховую компанию можно выбирать. Вот в данной ситуации, предположим, вы говорите, человеческий фактор, пусть это будет село, деревня, неважно. Сталкиваемся с тем, что нам врач в чем-то отказывает, что-то не делает. Можно, если есть полис на руках, допустим, или хотя бы вы знаете вашу страховую компанию, можете позвонить туда и задать этот вопрос, потому что, как мы сегодня выяснили, страховая компания обязана консультировать своих клиентов. Итак, мы обсуждаем обязательное медицинское страхование. Две минуты, вернемся в эфир. Итак, продолжаем обсуждать тему обязательное медицинское страхование. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495. Вы можете позвонить, задать ваши вопросы, рассказать вашу историю или поделиться мнением. Либо ваш вопрос можно также отправить на сайт finam.fm, на страничку программы «Формула. Право». У меня в гостях Андрей Рыжаков, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию ОАО «Альфа-страхование». И мы в предыдущей части отвечали на вопросы наших слушателей, которые они разместили на сайте finam.fm. И я думаю, что мы продолжим, потому что вопросы еще есть и не один. Продолжим это делать. Станислав задает такой вопрос. «Украли документы, включая пластиковую карточку полиса ОМС. Остался бумажный экземпляр. Есть ли разница в использовании бумажного и пластикового полиса? И почему на бумажном полисе нет штрих-кода? И требуется ли со временем замена самих полисов?» Вот что спрашивает. Хорошо. Ну давайте начнем опять-таки с того, о чем мы говорили, что по идее любой гражданин Российской Федерации, независимо от наличия или отсутствия полиса у него на руках, он имеет право на получение медицинской помощи. Значит, второе. Было много информации по поводу того, что с 1 января 2013 года вводятся универсальные электронные карты. Это первая тема. Второе. Это полисы единого образца. Это вторая тема. Это опять-таки дальнейший этап развития системы обязательного медицинского страхования, который предоставляет дополнительные качества, сервис и какую-то поддержку застрахованным. Но введение этих новых элементов и новых документов не отменяет действия предыдущих полисов. То есть их не надо менять? Их не надо менять. услуг, которые предлагают универсальные электронные карты, которые включают в себя уже полис обязательного медицинского страхования, только в этом случае человеку есть смысл осуществлять вот это вот изменение. Все полисы, которые были получены в 2011-2012 году, получаются сейчас, естественно, они бессрочны и они действуют. До особого там распоряжения. Вопрос такой у меня. Дело в том, что я в руках еще не держала универсальную электронную карту, хотя просто задумалась, как любопытство получить эту карту себе, но скажите, если, допустим, при получении карты я была в одном учреждении страховой компании, в одной, а потом решил ее, пользуясь своим правом, поменять, как это будет происходить? Карта же не будет меняться, там просто будет информация, где она будет меняться, что будет происходить в связи с этим? Вы знаете, внедрение универсальных электронных карт оно еще только началось, поэтому нельзя сказать, что это вот уже точно утвержденные скажем так, и однозначно принятые решения, поэтому замена будет происходить с точки зрения просто той информации, которая записывается на электронный носитель на самой карте, с точки зрения всей остальной последовательности действий, то, что необходимо написать заявление, получить про информацию, все то же самое просто у меня останется карта, ее там как-то перезапишут грубо говоря. Да, просто у вас, скажем так, визуальное изображение полиса, оно будет отличаться то есть у вас либо электронная карта, либо у вас полис обычный. А вот скажите, пожалуйста, если сейчас получается вот та самая универсальная электронная карта, я правильно понимаю, что эту универсальную электронную карту гражданин может предъявлять любому медицинскому учреждению, в том числе в качестве своего полиса. Конечно. То есть если у меня есть универсальная электронная карта, мне отдельную вот пластиковую карточку или в бумажном варианте, но уже не нужно, то есть достаточно получить просто универсальную эту электронную карту. Абсолютно правильно. Точно так же, как вам и не нужно менять полис обязательного медицинского страхования, если вы не хотите получать универсальную электронную карту, в этом для себя вы не видите никакой выгоды, у вас никакого, скажем так, риска, что он не окажет медицинскую помощь по обычному вашему полису обязательного медицинского страхования тоже нет. Соответственно, если вам сама по себе карта не нужна, спокойно пользоваться можно. Андрей, давайте выслушаем у нас еще слушатель на линии Виталий. Виталий, слушаем вас, здравствуйте. 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 Можно вопрос, да? Да, конечно, Виталий. Как в такой ситуации быть, если человек нигде не работает, или если работает, но неофициально, да, то есть не зарегистрирован, или, не знаю, не стоит в органах занятости, да, по трудоустройству, то есть какие вообще, можно ли получить где-то полис, да, а если все-таки нельзя, то какие минимальные как бы шаги нужно сделать для того, чтобы все-таки полис получить. Виталий, ну смотрите, если вы гражданин Российской Федерации, то работаете вы или не работаете, заняты вы чем-то или не заняты, это абсолютно не имеет никакого отношения к получению полиса обязательного медицинского страхования. Вы действуете по стандартной процедуре, которую мы... Даже, по-моему, не спрашивают, вопрос такой не задают, работаете, если да, то где? Поэтому стандартная процедура, вы, соответственно, заходите в интернет, либо там, по своему какому-то мнению, выбираете ту страховую компанию, в которой вы хотите быть застрахованным, определяете, где ближайший пункт выдачи полисов и отправляетесь туда. Виталий, спасибо огромное. Андрей, а я бы хотела вам уточняющий тогда вопрос задать. Понятно, граждане Российской Федерации, это мы поняли, то есть, на самом деле, среди документов требуется только паспорт и при наличии с НИЛС, да? Если его нет, ничего страшного, просто можно с паспортом прийти. А кто еще? Имеет ли право лица без гражданства и так далее? Или только граждане Российской Федерации? Или кто еще имеет право, если имеет право на получение полиса? Ну, на получение полиса обязательного медицинского страхования, кроме граждан Российской Федерации, имеют право, естественно, лица, которые официально находятся на территории Российской Федерации какое-то длительное время, да, имеют все необходимые решительные документы на работу и пребывание в Российской Федерации, встают на все необходимые учеты, они имеют право получения соответственно услуг в системе обязательного медицинского страхования. У нас на сайте сопутствующий вопрос, сейчас озвучу его. Сейчас у меня введен продюсер. Не могу к сожалению его озвучить, немножко закрыл возможность. А вот сейчас читаю, извиняюсь перед слушателем. Какие документы нужно собрать для регистрации и получения ОМС для новорожденного ребенка? Вопрос простой. Мне кажется, паспорт родителей и свидетельство о рождении. Абсолютно правильно. Больше ничего. При этом многие крупные российские страховые компании активно работают с роддомами, с женскими консультациями, где проводят, соответственно, консультативную помощь, как правильно получить полис, вплоть до того, что мама заявление может заполнить на получение временного свидетельства и впоследствии полиса обязательного медицинского страхования, иногда находясь прямо в роддоме. Либо потом при регистрации ребенка в ЗАГСе. Вот у нас как бы просто совершенно недавно, совершенно по другому поводу я изучала законодательство, вообще как оформляется рождение, государственная регистрация рождения ребенка в органах ЗАГС. Я думаю, что у нас там есть огромные пробелы юридические по-хорошему. И с точки зрения закона, чтобы не углубляться в какие-то теорию и в тонкости, могу сказать, что по идее тот самый ребеночек, который уже родился, уже существует как человечек, но до момента, пока его родители или кто-то, да, уполномоченный или имеющий на это право, не пошел и государственный, его не зарегистрировал, он имеет право приобретать права и обязанности. Да, то есть фантастическая совершенно вещь, действительно фантастическая, но технически это выражается в то, что у нас некоторые родители знают, какая будет фамилия у ребенка и какое будет имя, да, а некоторые родители еще не определились с этим вопросом на момент его рождения. То есть если люди уже определились с вопросом, они могут это иногда даже сделать в роддоме, правильно я понимаю? По крайней мере заполнить это заявление, вне зависимости от того, что очевидно, что они еще не успели сбегать в ЗАГС и получить свидетельство рождения. У нас есть еще вопросы и звоночек на линии, у нас ожидает Татьяна на линии. Слушаем вас, Татьяна, добрый день. Оля, добрый день. Добрый день. У меня вот такой вопрос. Я раньше работала и наша компания платила за наше лечение, там в определенной поликлинике. Теперь я уже не работаю на пенсии, но поскольку мне нравится эта поликлиника, я туда хожу, естественно, я хожу туда... Оплачиваете. Оплачиваю, да, свои услуги. Вы мне скажите, вот допустим, мой страховой полис обязательного медицинского страхования дает мне какое-то право или какую-то часть, допустим, доплатить или просто вот именно лечиться в этой поликлинике благодаря своему полису медицинского страхования. К сожалению, Татьяна, на сегодня с точки зрения нашего законодательства системы взаимозачетов, взносов, которые идут в систему обязательного медицинского страхования с оказанием помощи на коммерческой основе нет. Поэтому, если вы в данной ситуации говорите о коммерческом лечебном учреждении, и оно не входит в систему обязательного медицинского страхования, полис обязательного медицинского страхования вам не будет покрывать никаких расходов. С другой стороны, вы должны для себя четко понимать, что вы можете обращаться в ту поликлинику, которая прикреплена в систему обязательного медицинского страхования, и там получать помощь абсолютно бесплатно. Поэтому это дальше уже вопрос только вашего выбора, куда вы хотите обращаться, ну и ваших финансовых возможностей. Ну, плюс еще, наверное, нужно в этой поликлинике, которую наша слушательница выбрала, нужно просто выяснить, входит ли она в систему ОМС, потому что правильно ли я понимаю, что поликлиника может с одной стороны входить в систему ОМС, предоставлять услуги в этой области и те же самые услуги на коммерческой основе тоже имеет право предоставлять или нет? Не те же самые услуги, просто у нас есть ряд лечебных учреждений, которые входят в систему обязательного медицинского страхования и также представляют услуги на коммерческой основе. Исходя из этого, когда есть такое сочетание, возможно, что человек с пользой обязательного медицинского страхования в той части лечебного учреждения, которое оказывает услуги по обязательному медицинскому страхованию, может получить тот объем помощи, который им нужен, бесплатно. Либо обратиться в коммерческую часть, скажем так, этого лечебного учреждения и получить объем услуг, который хочет, в другой, может быть, сервисной обстановке с другими дополнительными медикаментами и так далее. Еще вопрос у нас есть на сайте. Напомню, финам.фм, страничка программы «Формулы права», либо телефон 6510996, код Москвы, 495. Еще несколько вопросов. Танислав спрашивает. Работаю в госструктуре, у которой есть собственная поликлиника. Есть ли разница, в какую поликлинику обращаться, по страховым случаям или нет? Мне кажется, очень похожий вопрос на то, что мы сейчас отвечали. Если поликлиника работает с теми обязательного медицинского страхования, либо работодатель оплачивает за вас полное содержание этой поликлиники, то это только вопрос ваших предпочтений и вашего выбора врача, географического расположения лечебного учреждения и так далее. Мне кажется, что здесь надо еще нашим слушателям сказать, что есть понятие, и мы сегодня обсуждаем обязательно медицинское страхование, но это никоим образом не удаляет и не устраняет добровольное медицинское страхование. Поэтому в данной ситуации очень часто в социальные пакеты различных компаний, крупных в том числе, да и не только, входит то самое добровольное страхование, где просто страховые платежи за вас, за то, чтобы вы ходили и пользовались какой-то поликлиникой, выплачивают та фирма, в которой вы работаете. Возможно, это может быть и госструктура, я просто не вникал, как это в госструктуре устроено, но тем не менее. Еще вопрос. Александр спрашивает. Я гражданка Российской Федерации, но постоянно зарегистрирована в минеральных водах. Проживаю в Москве, меня не хотят ставить на учет женской консультации по фактическому местонахождению, ссылаясь на то, что я не имею в Москве временную регистрацию. Законно ли это? Нет, это незаконно. Если вы имеете полис обязательного медицинского страхования, полученный в минеральных водах, вам по этому полису обязаны оказывать весь перечень услуг, которые в ходе системы обязательного медицинского страхования на всей территории Российской Федерации. Поэтому, первое, полис действует на всей территории Российской Федерации. Второе, если вы собираетесь в длительный период времени пребывать здесь, в Москве, даже не имея временной регистрации, для облегчения взаимодействия с лечебными учреждениями, вы можете обратиться, опять-таки, в любую страховую компанию, работающую на территории города Москвы, и получить, соответственно, полис Москвы. Для этого вам не обязательно предъявлять ни временных регистраций, не уж тем более прописки, там, объяснять, почему вы решили получить московский полис, и вот просто вы здесь работаете, живете, вы хотите получить, соответственно, полис. Ну, просто право заменить. Да, да. Вот тогда вы будете, соответственно, пребывать на территории Москвы с полисом московской страховой компании. Скажите, Андрей, а в принципе, вне зависимости от того, где зарегистрирован человек, в каком регионе, в каком субъекте Российской Федерации, полис он может получить, опять же, в страховой компании тоже абсолютно любого региона, правильно я понимаю? Не совсем. Можно получать полис только в той страховой компании, которая работает на территории данного субъекта Российской Федерации. Перечня этих страховых компаний. А данного, это к чему применяется данного? Вот вы сказали, что регистрация не нужна. Вот, допустим, я из одного города переехала в Москву для того, чтобы живу здесь и работаю без регистрации. Без регистрации. Как я приду в московскую страховую компанию и скажу здравствуйте, я решила к вам поменяться? Вы как раз говорите, что вы переехали в ближайшее время, будете находиться на территории, соответственно, Москвы. Поэтому вы хотите, если вы в этом году не реализовали свое право замены страховой компании, вы хотите поменять страховую компанию и получить, соответственно, полис той страховой компании, которая работает на территории города Москвы. Ну, то есть в данной ситуации устных объяснений, в общем и целом, достаточно. Да. Вот у меня штамп в паспорте другого совершенно города, но мне удобнее здесь, и я вправе это сделать. Абсолютно. Правильно я понимаю? Скажите, а потом, вот я, допустим, получила московский полис, прожила здесь какое-то время, решила опять переехать, либо вернуться в свой город, либо в другой какой-то поехать. Это, собственно, мое право как гражданин свободно перемещаться. Но вот этот полис, который я здесь получила, правильно ли я понимаю, что он будет действовать на территории любого субъекта, любого региона, хотя я уже московский ныне полученный полис могу применять и предъявлять в других городах. Правильно? Абсолютно правильно, потому что я хотел только внести небольшой такой комментарий для общего понимания. Если вы сейчас меняете полис, мы говорим о том, что вы получаете полис единого образца. Это полис, который действует на все территории Российской Федерации, так же, как и полисы, которые у вас до этого были на руках, они так же принимаются на все территории Российской Федерации. Андрей, мы сейчас, как обычно, выслушаем две минуты новости, вернемся. Итак, мы продолжаем обсуждать тему обязательного медицинского страхования. Андрей Рыжаков, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию ОАО «Альфа-страхование». У меня сегодня в гостях. Мы обсуждаем эту тему вместе с вами, уважаемые радиослушатели. Телефон студии 6510996, код Москвы 495. Можно позвонить, ваш вопрос задать. И также можно вопрос оставить на сайте finam.fm, на страничке программы «Формулы права». У нас еще чуть меньше 15 минут программы, и я думаю, что если вы сейчас оставите вопрос, мы еще успеем на него ответить. А я хотела бы вернуться, мы две части назад, мы просто отвечали на вопросы как раз наших слушателей, обсуждали и не закончили, не довели до логического какого-то завершения полноты информации. Такой вопрос, все же, что нам дает страховая компания, и почему вдруг мы можем захотеть ее поменять? А если уж мы вообще задались таким вопросом, то на что обратить внимание? Мы обсуждали и успели обсудить просто краткое эссе, для тех, кто, может быть, не слышал в тот момент нашу программу или просто забыл. Во-первых, страховая компания, в которой мы застрахованы по системе обязательного медицинского страхования, обязана нас консультировать. И это очень важно, потому что любой вопрос, связанный с, в общем-то, такой областью деятельности, в которой мы все не специалисты, за исключением действительно узкого круга специалистов в медицинском страховании, тем более в обязательном, очень часто требует дополнительных специальных консультаций. То есть это можно провести, и это входит в обязанности страховой компании, где мы застрахованы. Второй момент тоже очень важный. Я хотела бы еще раз для наших слушателей его подчеркнуть. Это то, что страховые компании могут участвовать. И в случае, если действительно ваши права были нарушены тем, что вам по системе обязательного медицинского страхования была предоставлена некачественная услуга медицинская, то страховые компании на вашей стороне могут выступать в судах, в том числе, если судебная процедура в данной ситуации необходима. Это тоже очень важный момент, что можно обратиться в страховую компанию, если у вас возникает вопрос по качеству предоставляемых вам услуг. Что еще? Скажите, на что еще обратить внимание? Вы абсолютно правильно сказали по поводу защиты прав. Третий момент – это просто регулярный контроль качества оказываемой помощи, которая нам проводится. Потому что, к счастью, естественно, есть большая разница между тем, как оказана медицинская помощь, и моментом, когда нужно отстаивать интересы страхованного в суде. Между этими очень большой пласт работы на регулярной основе, когда страховая компания оценивает случаи оказания медицинской помощи, контроль качества, сроков, объемов лечения, как мы с вами говорили. Еще один очень важный момент – это, естественно, страховые компании берут на себя полностью всю, скажем так, логистику обеспечения застрахованных временными свидетельствами, полисами, их замены, информационного обмена с территориальными фондами, ну, чтобы, скажем так, наши застрахованные не имели никаких сложностей тем, как получить полис, да, где он печатается, своевременность получения этого полиса, чтобы территориальный фонд знал о том, что кто-то приехал на другую территорию, финансирование теперь идет из этого территориального фонда за этого застрахованного, кто-то, наоборот, уехал с территории. То есть все вопросы вот это вот в рамках системы миграции населения и так далее, и так далее – это тоже задача и обязанность страховой компании. Ну вот, наверное, это основные вещи. Ну и понятно, то, что уже остается, может, несколько за рамками нашего договора с точки зрения застрахованных как пользователей – это, конечно, система финансирования лечебных учреждений за оказанную медицинскую помощь. С одной стороны, вроде бы нас, как обывателей, как граждан России, получающих помощь, это не очень касается. С другой стороны, качество работы страховой компании в этой ситуации гарантирует стабильность системы, той, которой мы пользуемся. А вот скажите, пожалуйста, вот этот вот момент, Андрей, который вы сейчас назвали – контроль качества медицинских услуг. Вы сказали, что страховая компания на регулярной основе контроль такого качества производит. Соответственно, я даже не спрошу, как, потому что для меня это совсем темный лес, и, боюсь, для наших слушателей тоже будет совсем непонятно. Но меня как потребителя в данной ситуации услуг медицинских, ну и, в общем, и страховых компаний, страховых услуг, хотя все это в области государственного регулирования и страхования обязательные, но, тем не менее, интересует конечный результат. А размещают ли страховые компании результаты какие-то вот этого контроля качества, какие-то, может быть, отчеты или что-то, что мне, как пользователю, можно почитать, посмотреть и какой-то вывод для себя сделать? Вы знаете, в общей доступной какой-то информации нет, по одной простой причине, что это все связано с конкретными персоналями и с конкретными заболеваниями. А статистика какая-то? Ну вот сейчас в рамках дальнейшего реформирования системы, которая сейчас активно ведет страховое сообщество, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Министерство здравоохранения, после принятия нового закона, который, скажем так, как раз открыл очень хорошее направление, очень хороший путь для планового осознанного дальнейшего реформирования системы, в том числе и рассматривается вопрос, чтобы на либо сайтах территориальных фондов, либо на общефедеральном уровне, либо на сайтах страховых компаний размещать какие-то рейтинговые варианты для лечебных учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования, которые бы помогали застрахованному осуществить правильный выбор этого лечебного учреждения, либо врача. Но это будущее. На сегодня пока этого нет. Комментирую вашу ремарку по поводу того, что, наверное, это сложная система по поводу регулярного контроля качества. Она, с одной стороны, сложная, с другой стороны, достаточно понятная. Могу объяснить ее очень коротко. То, что любая крупная страховая компания имеет достаточно большой штат врачей-экспертов. Это те врачи, которые достаточно долго проработали, либо продолжают работать в системе здравоохранения. Они сертифицированы проводить экспертизу качества, то есть экспертизу работы других врачей, и которые проводят ее по понятным нормам и регламентам, которые, более того, регламентируются федеральным подзаконными актами и Министерством здравоохранения, в котором четко прописано минимальный объем той медицинской помощи, которая должна подвергаться регулярному контролю. Обычные страховые компании делают больше даже этого объема. А вот у меня такой вопрос. Сейчас, как раз, когда обсуждали, Андрей, затронули тему по поводу выбора врача. То есть мы почему хотим качество посмотреть? Во-первых, мы, с одной стороны, хотим посмотреть, как контроль качества ведет страховая компания, возвращаясь к вопросу о выборе страховой компании. А с другой стороны, человек может стать перед выбором врача или медицинского учреждения. И в данном случае у нас выбор врача тоже нам гарантирован законом, хотя я вот себе даже выписала специально такую оговорочку, которая, в общем, для меня перечеркнула все остальное, все остальные статьи, всего документа, что выбор врача с учетом согласия врача и соблюдения сроков ожидания медицинской помощи. Понятно, что врач будет согласен, когда, в общем, надо, ему скажет заведующий, не согласен, он не будет согласен. И, собственно говоря, на этом заканчивается, мне кажется, наше право выбора. Ну, хоть какая-то подвижка в эту область. Раньше вообще говорить о том, что я хочу выбрать врача, оказалось, что это просто совсем какое-то безобразие со стороны пациента. Ну, вот смотрите, на самом деле принятие 326-го, федерального закона о обязательном медицинском страховании 1 января 2011 года, сделало очень много таких серьезных шагов вперед по реформированию системы. Понятно, что огромное государство, огромная география, большое количество участников, я имею в виду, застрахованных в системе, наверное, всего и сразу хотеть достаточно сложно. И вот один из декларируемых принципов как раз нового закона, чего действительно в рамках старого не предусмотрелось, это свободный выбор, да, и это сейчас активно, скажем так, пропагандируется в целом и в государстве, и в целом на рынке, а свободный выбор врача застрахованного. Другое дело, вы абсолютно правильно говорили, что есть несколько но, да, первое, это согласие врача, согласие руководителя лечебного учреждения на предмет того, достаточно ли у него мощности, чтобы принять этого застрахованного, и самое главное, то, что никто не отменял, это территориальный принцип прикрепления наших застрахованных. Поэтому есть определенные такие, вот, скажем, юридические нюансы, но, по крайней мере, вы абсолютно правы, что сделан хотя бы первый важный шаг, то, что мы задекларировали о том, что врача, а, соответственно, как правило, и лечебное учреждение, да, то есть либо в рамках одного лечебного учреждения, либо вообще другое лечебное учреждение, мы, как застрахованные, да, с вами имеем полное право выбирать. Сейчас уже дальше стоит только вопрос, как максимально облегчить для застрахованного этот процесс выбора, с одной стороны, с другой стороны, не довести его до абсурда, да, что у нас постоянно не происходило таких неосознанных миграций больших групп застрахованных из одного лечебного учреждения в другое. Просто приведут путаницу, и, мне кажется, пациентам, наверное, тоже в итоге не очень хорошо каждый день лечиться у нового врача, да? С одной стороны, да, с другой стороны, если, конечно, пациент не будет иметь такой возможности, или он не будет ее четко для себя осознавать, то говорить тогда о качестве, оказанном медицинской услуге, будет значительно сложнее, потому что если мы с вами, да, превращаемся в условно таких крепостных, да, и понимаем, что независимо от того, нравится нам или не нравится лечиться, можем только у этого врача, ну, наверное, мы и меньше будем, я не знаю, задаваться вопросом, а устраивает ли нас этот врач. А вот такой у меня, соответственно, еще вопрос, может быть, немножко странный, но тем не менее он такой вот человеческий, не юридический совершенно. Вот мы сейчас обсуждаем, это все настолько сильно взаимосвязано, страховая компания, вот по нынешнему законодательству, по тому, как все это должно сейчас работать. Страховая компания и врач, которым мы пользуемся. Ну, в первую очередь мы говорим, тем более, о враче, в общем, наиболее часто, да, терапевт, к примеру, да, это врач первичного приема, собственно говоря, в медицинских учреждениях. Но вопрос у меня следующий. Вот мы, большинство из нас, не являемся медиками, поэтому в общем и целом оценить качество предоставляемых нам услуг мы не можем. Нам улыбаются, нам все вроде как написали, расписали, мы не сидели в очереди три с половиной недели, грубо говоря, да, ну, вроде бы как все нормально. Но, может, прописали совсем не то и поставили не тот диагноз, да? Помню. Медицинских экспертов. Да, абсолютно правильно. В этой ситуации у человека есть два варианта, да. Первое – это обращение в свою страховую компанию, да. Второе – обращение в независимое бюро медицинской экспертизы. Обращение в независимое бюро медицинской экспертизы, естественно, на платной основе, да, обращение в свою страховую компанию полностью на бесплатной основе. Поэтому со всеми этими вопросами, начиная просто от консультации по телефону, заканчивая уже физическим обращением и разговором с врачом-экспертом и получением дальнейшего, скажем так, рекомендаций по дальнейшему набору действий, он все может получить в своей страховой компании. Дело в том, что независимая экспертиза, это все, конечно, здорово, и вопрос даже не в платности основы, хотя для многих это может быть очень важно. Но мы просто получаем, знаете, здесь как у адвокатов, наверное, так же и у врачей. Когда мы не понимаем, что делают люди, не можем оценить, потрогать правильность их работы, это не дом или не дверь, которую правильно поставили, или не стакан, вот он целый и вроде как выполняет свою функцию. А в этой ситуации все равно, что вот в одном враче сомневается, и идти к другому, которому тоже не знаешь, насколько высока у него квалификация, да? Все-таки есть какой-то кредит доверия к страховым организациям, просто потому, что вы именно в этой области работаете и, соответственно, к вашему штату экспертов. Абсолютно правильно. Андрей, у нас буквально минутка осталась, совсем мало времени. Я бы хотела сделать некое резюме и просто для наших слушателей донести еще раз тот факт, что сейчас каждый слушатель, являясь гражданином Российской Федерации или законно пребывая длительное время на территории Российской Федерации, имеет право выбирать свою страховую компанию, и не чаще, чем раз в год можно ее менять с 1 января по 1 ноября каждого года. Страховую организацию, ну, кто как выбирает, это уже дело личное каждого, но вы должны понимать, что в страховых компаниях сейчас, во многих, по крайней мере, действует горячая линия, потому что страховые компании должны консультировать своих клиентов по вопросам обязательного медицинского страхования. Страховые компании проводят контроль качества, и пока на данном этапе сложно оценить и само качество, и, собственно говоря, как проводится контроль, но это немаловажная функция. Обладают своим штатом экспертов, врачей, и имеют возможность представлять, и должны в ряде ситуациях, если такие основания есть, представлять, в том числе в суде и на бесплатной основе, точнее, условно бесплатной, и понятно, что это все у нас в рамках обязательного медицинского страхования. Я напомню нашим слушателям, что в эфире была «Формула права». С вами была я, Анастасия Ибрайча, у меня в студии был Андрей Рыжаков, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию ОАО «Альфа-Страхование». Андрей, спасибо огромное. Я думаю, что мы много полезных знаний нашим слушателям дали. «Формула права» каждый четверг в прямом эфире в 11.00.